Всем привет! Те люди, которые пользуются ноутбуками, особенно макбуками, встречали такую проблемку, когда не хватает разъемов для подключения различных устройств к своему ноутбуку. Это могут быть как обычные USB флешки, так и флешки microUSB, либо HDMI провода для подключения изображения к внешнему монитору. И чтобы не возникало таких проблем с ноутбуками, были придуманы специальные хабы, которые включают в себя множество различных полезных разъемов, но подключается всего к одному порту на ноутбуке. Сегодня я покажу вам такие устройства. Они сделаны в основном под макбуки, но у меня есть переходник и я попробую подключить эти устройства к обычному ноутбуку через вход USB, а также расскажу и покажу как все это сделать. Первый хаб – это многопортовый адаптер USB-C, поставляется с черным чехлом и отдельным кабелем USB-C. Он имеет такие технические характеристики – 480 гигабайт со скоростью чтения и записи на 400 Мбит в секунду, то есть в нем в середине есть осоздачник на 400 гигабайт, а также USB-порт USB-C для подключения к хост-системе, два порта USB 3.0, гигабитный интернет-порт, порт HDMI 2.0 с выходом 4К в 60 Гц, а также порт USB-C для дополнительного внешнего источника питания. Компания утверждает, что этот USB-хаб поддерживает работу с macOS, iPadOS и Windows 10, но это сейчас проверим. Второй хаб – это более традиционный многопортовый адаптер USB-C со встроенным кабелем USB-C для подключения к хост-системе, а также с двумя портами USB 3.0, слотом для microSD и SD-карты, гигабитным интернетом, HDMI 2.0 до 4К 60 Гц и еще одним портом USB-C для подключения внешнего источника питания USB-C, если требуется дополнительное питание, например, для подключения жесткого диска USB. Без внешнего источника питания USB-выход имеет ограничение до 5В 1А, а при подключенном источнике питания 5В 2А, выход имеет ограничение 5В 900 мАч при использовании с устройствами USB 3.0, а зарядный выход имеет ограниченные 5В 500 мАч максимум. Итак, давайте я вам наглядно покажу, как эти USB-хабы можно подключать к ноутбуку или к компьютеру. Итак, для начала у нас есть вот такой вот первый USB-хаб, в котором внутри есть SSD-диск на 480 ГБ, то есть очень интересно. Это у нас порт HDMI, 2 USB 3.0, USB Type-C и кабель интернета. У тех людей, у кого есть макбуки, особенно новые, как я знаю, они знают, что вот такие хабы к макбукам стоят за предельных денег, а в макбуках не хватает входов. Можете пользоваться. Ну, хотя у меня макбука нету, сейчас покажу вам тоже, как я пользуюсь. Итак, для начала посмотрим на ноутбуки. У нас есть Mama Mama, то есть USB Type-C, USB Type-C. В ноутбуках и в новых, нормальных, современных, свежих ноутбуках есть такие входы. Но я буду использовать обычный переходник USB Type-C на USB. Подключаем через переходничок. Вот, мы видим, что у нас хаб загорелся, но ничего не происходит. Это потому, что ему нужно дополнительное питание. Вот у нас USB Type-C. Подключаем. Подключаем дополнительное питание. И вот чудо! У нас он загружается. Ну, то есть, пошел процесс. Я, честно говоря, не знаю, как вам будет видно на камере. Постарался сделать все по красоте. Но, вот мы видим, что у нас 447 гигабайт свободных, да? А тут пишется 480. Ну, понятно, 7 гигабайт на внутренние какие-то процессы. 447 гигабайт. То есть, SSD-шник встроенный. Вот, еще раз, 447 гигабайт. Скидывать информацию можно без проблем. Вот я возьму какой-то рандомный ролик. Берем, бросаем его. Вот мы видим, да, что пошло скидываться. Но, еще можно подключать к нему флешку. Через этот хаб. Вот мы подключили. Вот высветилась флешка. Вот ролик у нас на флешке. Вот, пошло видео. Воспроизводится. Вынимаем флешку. Оп, все. То есть, понимаете, видео уже не работает. То есть, это реально была флешка. Что могу сказать? Очень полезное устройство. У меня уже вот в компьютере есть подобный хаб, но намного меньше. Ну, хотя он удобен тем, что он через USB, а не через Type-C. Но это прерогатива современных макбуков и вообще современных компьютеров. Но, также у нас есть другой хаб. Немножко с другими разъемами. Но, все так же под основном деле под макбуки. У нас есть вот такой хаб поменьше. В нем есть порт LAN, HDMI, выход MAMA, то есть USB Type-C, два USB 3.0, ну и входы под флешки. Ну, под такие вот обычные большие флешки с видеокамер, допустим. Попробуем подключить. У меня не получалось подключить, честно вам скажу. Почему, я не знаю. Также я подключаю через все те же разъемы, все через те же переходники с питанием, соответственно. Но у меня почему-то, я не знаю в чем проблема, не подключается. Но он работает. Я знаю, что он работает. То есть, это ничего не браковано. Вот, подключаем флешку. Ну, флешку он видеть не будет. Хочу сразу же сказать, что эти хабы сделаны очень качественно. Они реально из алюминия. Ну, мне так кажется, потому что они сделаны... Ну, когда берешь в руки, ты понимаешь, что это вещь. И если использовать такие устройства с макбуками, то я думаю, что они как бы стиль не испортят. Вот, мы подключили этот хаб к ноутбуку. Я не знаю, в чем проблема, честно вам скажу, но флешка не видится. Эти хабы без проблем подключаются как к ноутбуку обычному, так и к компьютеру. Смотрите, все так же. У меня этот хаб удлинитель, но вы можете напрямую подключить к компьютеру и не будет никаких проблем. Ну, конечно, лучше иметь такой хаб удлинитель, потому что, как вы видите, шнуры именно сделаны этих хабов под ноутбуки. Ну, а давайте еще подключим к ПК и удостоверимся, что они... Ну, этот мы будем смотреть, потому что этот почему-то не отвечает, но он рабочий точно. Ну, и давайте проверим, как он работает на обычном ПК. Вот, опять же, подключаем дополнительное питание. Подключили. Причем сразу видно при дополнительном питании, что он как бы загорелся и работает. Вот раз мы подключили и видим наш SSD-диск. Вот 440 гигабайт. Вот удаляем файлик наш. Вот, и все работает. То есть, можно пользоваться хабами как на ноутбуках, так и на компьютерах. На компьютерах, если у вас нет такого переходника длинного, то могут быть неудобства. Но еще вам хочу рассказать еще про одну штуку. Про такой вот зарядник. Скажу вам так, ребята, это самое мощное зарядное устройство, которое у меня было вообще. Очень интересное, очень мощное. Заряжаю телефон в раза 3 быстрее, чем обычное мое зарядное устройство на 18 Вт. И, ну, прям очень достойная вещь. Сейчас вам расскажу про нее поближе. Зарядное устройство поставляется с американским штекером, а также с британским и европейским штекерным адаптером и двумя сумками для хранения и транспортировки. Эта 100-ваттная зарядка может легко заряжать ноутбук, несколько смартфонов и планшетов. Его также можно использовать в качестве источника питания для одноплатных компьютеров. Но его также можно использовать для питания и зарядки таких устройств, как телефон, смарт-часы, ловушки для комаров и так далее. То есть для всех устройств, которые питаются от USB. В данном блоке питания вот такие вот технические характеристики. Мой телефон этот блок заряжает с феноменальной скоростью, примерно в 3 раза быстрее от обычной 18-ваттной зарядки от Blitzwolf. Все, кому нужны такие хабы, ссылка на них есть в описании. Устройства действительно очень хорошо сделаны и реально помогут вам, если у вас макбук. Ну и зарядный блок тоже стоит отдельного внимания. Штука быстро заряжает несколько устройств и при этом имеет достаточно зарядных портов для любых потребностей. Жмите лайк и подписывайтесь на канал. Был рад сегодня для вас стараться. Всего хорошего и увидимся!